Кыргызстан является самым инициативным участником ЕАЭС. Такую положительную оценку в отношении нашей страны дал министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазев на Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, наша страна инициировала создание Евразийского сетевого университета и проведение экологического форума на Иссыкуле. Сейчас очень актуальный вопрос стоит открытие сетевого университета на базе ЕАЭС, что подразумевает собой, в первую очередь, создание дополнительных мест рабочих в рамках этого университета, во вторую очередь, привлечение молодежи, студентов по всем направлениям, гуманитарно-экономическое, социальное направление, юридическое направление. Данный университет создал бы такую постоянно равноправную площадку для взаимодействия, для обменом опытов, для совершенствования образовательного потенциала. В прошлом году Кыргызстан на правах председателя в ЕАЭС провел работу по реализации стратегии развития Союза до 2025 года. В частности, по формированию общего рынка товаров, услуг капитала и рабочей силы, повышению эффективности регулирования общего рынка ЕАЭС и не только. Те инициативы, которые озвучивались, это, во-первых, были транспортные, чтобы в транспортно-логистическом сферах Евразийского Союза было больше взаимопонимания, чтобы не было проблем, они, к сожалению, еще остаются. Это вот как раз на границах, на границах с Казахстаном. И Садыр Жапаров, участвуя в высших советах Евразийского Союза, всегда поднимает вопрос о том, чтобы не было вот этих барьеров, ну, минимальное количество на пути нашей продукции в первую очередь. Наша страна также выступает за то, чтобы Евразийский Союз занимался не только экономическими вопросами, но и развивал культурно-гуманитарное и образовательное сотрудничество. Мы действительно близки, те же наши граждане в большом количестве проживают в Российской Федерации, поэтому необходимо еще развивать вот это культурно-гуманитарное и образовательное сотрудничество в рамках Евразийского Союза. И в прошлом году была отдельная сессия на экономическом форуме, который проходил в Бишкеке, посвящена именно вопросу идеологии работы с молодежью. Ну и, в общем-то, Кыргызстан всегда открыт для сотрудничества в Евразийском Союзе. Мы одни из самых таких активных интеграторов. Министр ЯЭК также заявил, что введение золотого сома поспособствует формированию новой мировой валюты. Со слов экспертов, это говорит об открытости нашей страны и о либеральном торгово-экономическом режиме. Экономисты ЯЭК рассматривают наш золотой сом как альтернативу к мировой валюте. Это также даст положительную тенденцию нашей экономике. Самое главное – золото уменьшит волатильность валюты, а это обеспечит стабильность на рынке ЯЭС. Единая валюта для всех стран, которые будут, все курсы свои, они будут именно привязывать к этой единой валюте. Но для этого, чтобы единая валюта была крепкая, значит, за ней должно быть, естественно, очень большое количество запаса золота. Ну и мы видим, конечно, золото не так реагирует, как мы видели, доллары. Если цифровой сом будет привязан к золоту, и исходя из этого мы будем использовать её в межстрановой валютой, которая будет использоваться, то, естественно, будет привязка к ней идти. Тем временем экономисты напоминают, что золотой сом – это не криптовалюта и биткоин. Это денежная система, в которой основной единицей расчётов является определённое количество золота.